Привет, друзья! Это Арсекс, команда Predators, команда Item Family, команда Pdvl. Я приветствую вас на своем новом курсе. Курс посвящен связкам, комбинациям, отдельным движениям, начиная от топ-рока, гоу-дауна, футворка и заканчивания фризом или каким-то мувом интересным. Курс предназначен для ребят как начинающих, которые занимаются несколько месяцев, так же и для ребят, которые занимаются уже больше года. Как это выглядит? Я показываю движение не базового его вид, а сразу показываю какую-то простую вариацию. Топ-рок, гоу-даун, футворк, фишка. И по ходу усложняю еще больше каждое движение. То есть, как бы в одном уроке идут параллельно две связки. Одна более простая, одна более сложная. И в конце каждого урока вы получаете две связки определенного уровня, которые вам подходят. Ну что, друзья, начнем. Итак, топ-рок, который мы рассмотрим на этом уроке, берет свое начало из оригинального кросс-степа, который вы все, я уверен, знаете. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не трогаем. Обычное движение. Все понятно. Сразу, небольшая вариация, которую мы берем за основу. Мы берем кросс. Да, обычное положение. Уносим ногу назад на крест. И выбиваем другую ногу, переходя в другую сторону. Ничего сложного. Раз, два, три, четыре. Руки повторяют движение ног. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. При этом, если вы заметили, когда я увожу ногу назад, я на носке приподнимаюсь. То есть создается ощущение подъем, спуск, шаг. Подъем, спуск, шаг. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Этот момент я могу использовать, например, для какого-то вращения. Небольшого. Например, стою перед вами. И я делаю. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Стоп-роком. Все. Далее мы его усложним. А теперь переходим к гоу-даун. Гоу-даун у нас будет отталкиваться от базового перехода, который называется нидроп. Да? То есть ногу под коленку на носок. Вот это базовое исполнение. Итак, сразу же небольшое усложнение. Следим за движением ног. Во-первых, сам нидроп. Опора на носке. Поехали. Переход вперед на коленки. Ноги расцепляем сзади. Дальше. Разворот. Тазом, плечами. Ногу выставляем на ступню. Задняя нога разворачивается на коленки. И отсюда. Опору на левую ногу. Правая нога уходит в хук. Руки на место ноги. Бум. Еще раз. Боком. Следите за первым движением, когда мы расцепляем ноги. Итак, нидроп. Бам. Ухожу вперед на колени. Ноги расцепляю. И сразу. Бум. Встал. То есть вот этот момент, да? Бум. И теперь опора с колена переходит на левую ногу. Хук. Так. Немного быстрее. Давайте теперь в эту сторону. И. Раз. Два. Три. И четыре. Ничего сложного. Просто. Немного больше движений, чем обычно. Еще раз. Раз. Два. Три. И. Четыре. Окей. Ради примера. Попробуем делать наш топ-рок. И. Гоу-даун. Да? Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Пум. Пам. 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 Окей. Не торопитесь. Отрабатывайте каждую точку, каждое положение. Потому что в этом вся соль, вся суть. И на мой взгляд это отличает профессионального танцора от танцора уровнем ниже. Двигаемся дальше. Вот мы подошли к футворковому движению. Движение также, на мой взгляд, совсем не сложное. Это севен степ. Следим за движением ног. Здесь главное техника и скорость. Я уверен, что все вы его поймете сразу и без проблем сделайте. Будем начинать с упора лёжа, да, как, допустим, начало сикстепа или три степа. Упор лёжа, колени поджаты. Поехали. Я делаю шаг. Раз. Левой ногой правая уходит. Над левой. Два. Делаю выброс левой ногой. Три. Смена. Четыре. Также левую теперь над правой. Пять. Назад шесть. На место семь. Если вы внимательно посмотрели, у нас повторяются одинаковые положения с одной и с другой стороны. То есть вот на левую ногу я ухожу, правой выхожу, меняю и также здесь. Ещё раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Очень важный момент, когда вы будете делать быстро, и я сейчас это покажу, у вас шаги, когда вы переходите через ногу, они немного трансформируются в прыжки. Вот смотрите, в чём разница. То есть вы делаете шаг, когда я вам объясняю. Но когда я буду делать на скорости, и вы будете делать, у вас преобразуется вот такая форма. То есть нога будет отпрыгивать назад. Бум. Поняли, в чём разница? То есть раз, одна нога делает действие, а здесь обе ноги распрыгиваются. Бум. Пум, пум, пум. Теперь, учитывая этот нюанс, делаем всё вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ещё раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот это такой сэунд степ. Работаем тазом, подкручиваем, держим опору на руки, так, чтобы ноги были лёгкими и могли быстренько порхать вокруг вас. Теперь мы подошли к последнему движению этой связки. Здесь будет фишка и небольшой фриз на плече. Во-первых, как мы подходим к фишке? Это тоже очень интересно. Мы берём подсечку, внимательно, на правую ногу. Делаю прыжок. Меняю ноги местами. И, внимание, на левую ногу, которая у меня сейчас на опоре, ухожу вперёд. Вот в это положение. Внимательно смотрите. Теперь ноги выбрасываю вперёд перед собой, распутываю, руки увожу назад. Бум. И подсечка на правую ногу. Дальше ноги у нас как на ту степе. Перекручиваются, но зажимаем и садимся на колени. И. Бум. И сразу, вот видите, то есть я даже уже не здесь остановился, а сразу ногу веду и дальше раскрываю. Окей. Теперь здесь мы не останавливаемся, а мы опускаемся на спину, вот в это положение. Правая нога в воздухе, левая на полу. И отсюда я делаю, смотрите, прыжок с замахом на правое плечо. При этом правой рукой ловлю правую ногу вот сюда, загибая внимательно, медленно. Я делаю раз. Опора на плече, на коленке. Бум. Левая рука просто стоит, чтобы не болталась в воздухе. Еще раз, посмотрите форму. Плечо, колено. Сзади у меня все в воздухе. Руку я держу в воздухе. Еще раз. И. Бум. Спортсечки до этого момента. И. Держим центр. Раз. Поняли, да, как я перешел? То есть я расцепил ноги и сразу же, не останавливаясь, ухожу в спину. И здесь сразу же во фриз. Два. И. Отсечка. Переход. Фриз. Выход фриза. Попробуйте сделать, чтобы не просто лежать, а подняться далее и закончить какой-то точкой. Из этого положения ноги я махаю в противоход, зацепляю их в замок и отсюда поднимаюсь вот сюда, либо же прямо на руки. Выглядит это так. Здесь нужна резкость, чтобы вас прямо выбросило вверх. И вы не тратили сил. Итак, смотрите. Фриз. Раз. Раз. Два. Еще раз. Раз. Два. Я поставил локоть, вы можете выйти на руки. И уже отсюда, да, можно как-то выйти и закончить. А теперь попробуем соединить все, что мы сегодня сделали, в одну комбинацию. Данный вариант был взят как простой, да, если так можно выразиться в кавычках. То есть я не брал какие-то обычные движения, я сразу переходил к их несложным вариациям. Теперь же, как я и сказал, усложняем каждое движение и получаем совершенно новую связку на совершенно другом уровне. Поехали. Начинаем. Стоп-рока. Не сильно усложняем, мы добавляем только кик назад ногой. Смотрите, я уже сделал шаг и вот отсюда. Правая нога у меня уходит резко. Назад, на левой я чуть подпрыгиваю, смотрите. Раз. Еще раз. Раз и два. 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 При этом сделайте кик и прыжок одним движением, чтобы их было видно, да, то есть вот этот момент. Бум. Здесь на ноге я прямо прыгаю. И это придает усилению для общей картины. Еще раз. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Окей. Стоп-роком. Понятно? Двигаемся дальше. Гоу-даун. Наш ни-дроп. Чуть-чуть переделываем. И усложняем. Поехали. Ни-дроп. Бам. Бам. Расцепили ноги. Здесь. Перецепили с другой стороны. Опору на носок. И подъем. Разворот. Ни-дроп. Переход на коленки. Расцепили. Ноги в одну. Перецепили в другую. То есть видите, как бы я как хвостом машу. Сразу опору на носок цепляю здесь, чтобы потом на него встать. И с колен чуть-чуть себя инерцией выталкиваю и разворачиваюсь уже в хук. Поехали. И. Ни-дроп. Раз. Два. Три. И. Пам. 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 Как видите, в конце хук я разворачиваюсь четко в то же место, куда и начинал с ни-дропа. Держим контроль. То есть делаем целый оборот. Переходим к усложнению нашего футворка. Теперь наш 7-степ чуть-чуть изменит уровень и придадим ему больше динамики. Итак, теперь мы наши смены, вот эти, заменим на базовое движение jump over. Когда у нас нога делает кик в воздух, и вторая нога перепрыгивает в воздухе над ней. Движение базовое, я думаю, что вы его уже видели. Бум. Да? И с этой стороны аналогично. Нога делает кик, и в воздухе вторая нога ее обгоняет. При этом подкручиваем также тазом, да? И. Бум. Окей. И медленно усложненный вариант. Супора лежа. Поехали. Я делаю. Шаг. Прыжок вверх. Бум. Ногу из-под себя выбросил. Смену. И также прыжок. Бум. Ногу поставил. Шаг назад. И в исходное. Еще раз. По сути, ребят, еще раз. Я просто поменял вот эти шаги. Поднял их на новый уровень. И теперь ноги меняются в воздухе. Еще раз. И. Шаг. Прыжок. Выбросил. Поменял. Прыжок. Шаг. Шаг. И. 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 Шаг. 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 И так. Апгрейд. Нашего сэвн степа. Теперь мы подошли к нашей фишке последней. И также усложняем ее. Также поднимаю уровень. И теперь у меня ноги не на полу, а в воздухе. Форма тоже будет интересная. Стойка остается на плече. И так. Во-первых, форма. Правое плечо. Левая рука опорная. То есть вот у нас как было. Здесь. По сути та же форма ног. Только я поднимаю их. Теперь уже на плечо. Вот так. Окей. Все, что вам нужно сделать. То есть выйти со спины чуть выше, чем до этого. Заход у нас остается тот же. С подсечки. Поехали. Пам. И здесь. Вот у меня уже нога. Готова идти вправо. Мне остается опередить руками ноги, чтобы они пришли на место быстрее. И. Бум. Еще раз. Толчок ногой с пола. Прямую ногу немного на себя. Таз выбрасываем вверх. И руками быстро перекручиваем на место. Три. Четыре. Бум. И ноги сразу в форму. И так же выход, как я и сказал, на предыдущем варианте. Выход с фреза. Зажим ног. Подсечка. Фрез. Выход. Бум. Что ж, теперь соберем наш усложненный вариант и сделаем все от начала до конца. Погнали. Вот так вот у нас сегодня получилось две вот таких связки. Еще раз. Да. Как бы несложный уровень. И немного продвинутый уровень. Опять же, ребят, не зацикливайтесь к связкам. Смотрите на движение. Берите какую-то часть из простой связки. Что-то из усложненной. А может быть, вообще вы придумаете что-то свое. То есть придумаете третью связку, которая будет еще на голову выше. Все зависит от вас. Как говорится, границы только в вашей голове. Вашей фантазии. Работайте, ребят. Всем удачи.